Доброе утро, Дина. Доброе утро. Работникам начисляется заработная плата за отработанные дни в месяц увольнения, ну и компенсационные выплаты за неиспользованный отпуск. Но, оказывается, это зависит от причин и оснований увольнения. Не так ли это? Безусловно. В соответствии с действующим трудовым законодательством существует несколько оснований для увольнения. Во-первых, это по соглашению сторон, либо по инициативе работодателя, по инициативе работника самого. Также в случае наступления обстоятельств, не зависящих от воли сторон. Кроме того, основанием для увольнения является также перевод на другую работу в другую местность, либо отказ от такого перевода. И что меняется в зависимости от этих оснований и причин увольнения? В зависимости от этих оснований, во-первых, запись в трудовой книжке однозначно, назначение выходного пособия и произведенный расчет. При прекращении трудового договора существуют ли какие-то сроки, в которые должен быть произведен расчет и выдана трудовая книжка? Однозначно. В трудовом кодексе все четко прописано. Во-первых, в день прекращения трудовых отношений работодатель должен произвести расчет, в том числе выплату выходного пособия, а также выдать трудовую книжку. При этом день прекращения трудовых отношений является последний день работника. Но бывают моменты, когда день прекращения трудовых отношений и последний день работы работника не совпадают. В таком случае работодатель, чтобы снять с себя ответственность, должен направить в письменном виде уведомление работнику о том, что он может в такое-то время подойти и получить трудовую книжку, либо он должен получить согласие на направление документов в электронном виде. А вот смотрите, в частности вопрос со срочным договором. Срочный трудовой договор может закончиться, например, во время декретного отпуска, когда женщина ушла в декрет. Имеет ли она возможность получать те самые декретные выплаты и вернуться потом на место работы в случае, если во время ее отпуска декретного или по уходу за ребенком договор закончился? Регулирование отношений со срочным трудовым договором на самом деле очень распространено. И очень интересно, поскольку мы знаем, что трудовой договор может заключаться либо на неопределенный срок, либо на определенный, на срок не свыше 5 лет. При этом срочные трудовые договоры могут быть заключены либо на время исполнения обязанности отсутствующего работника, либо для выполнения сезонных работ, либо для получения конкретного результата. То есть в данном случае дата окончания срочного трудового договора не определена, но она по результатам работы. Что касается беременных женщин, то общее правило, беременные женщины не могут быть увольны по инициативе работодателя, за исключением случаев ликвидации предприятия, либо прекращения деятельности индивидуального предпринимателя. Но в таком случае, когда действует именно срочный трудовой договор и срок договора истекает в период беременности, работодатель должен продлить срок действия договора до времени окончания беременности, а также до окончания последнего дня отпуска по беременности и родам. По уходу за ребенком. Но все-таки законодатель предусматривает возможности увольнения беременной женщины. В таком случае здесь должны совпадать несколько условий. Во-первых, данная беременная женщина, будем условно называть, она выполняла работы по срочному трудовому договору на период исполнения обязанностей отсутствующего работника. Это раз. То есть если она на месте чьем-то. А во-вторых, в таком случае работодатель должен предложить иную работу, которая бы не была противопоказана по медицинским основаниям. Но если беременная женщина откажется от перевода, в таком случае возможно и увольнение. В зависимости от причин увольнения сотруднику могут назначить выходные пособия или какие-то денежные выплаты? Все условия прописываются в срочном трудовом договоре. Здесь оговаривается именно оплата труда. По поводу выходного пособия здесь может быть инициатива работодателя. Ну что ж, спасибо большое. Дина Московских встречала это утро вместе с нами. Всем приятных перемен и доброго продолжения этого дня. Спасибо.